Продолжим дальше. Я хотела бы попросить ее, чтобы она поделилась своим опытом, как она сделала это в Челябинске. Я сказала, что у меня опыт был, который делилась про инициацию. Мы в этот раз и говорили про инициацию, да? Ну, в общем, инициация такая штука, как переводит словарь, передача энергии от мастера-прочинника. Достаточно такая информация, которая не может просто передать того, что ты получаешь в дар и как меняется твоя жизнь. Я уже, конечно, не помню, что я говорила, потому что ты говоришь под влиянием какой-то внутренней силы, которая заставляет тебя какие-то слова произнести. Ты не понимаешь, что ты говоришь. Я могу сказать, что я была на нескольких инициациях мастера, потому что ты принимаешь инициацию и затем посещаешь по возможности и по приглашению инициации других людей. Потому что помимо того, что это великое общение, это еще огромная энергия и ощущение семьи, плеча, ряда китобой. Когда у меня была своя инициация, я ничего не поняла, кроме того, что мы сгибли ноги. Ну, ты что посидишь просто 12 часов. Но затем, когда у нас была инициация еще большая в Италии, у нас был выездной семинар, была большая группа, там порядка 20 человек. И очень многие были инициированы, и половина была инициирована, половина тех, которые выходили в инициацию. В Италии, в Италии. И там русская группа была из Праги. Ну, со всей страны. Ну, русские, кто инигрировали в Прагу, и там была прям большая группа, очень сильная. Вот. И у меня был совершенно волшебный опыт, потому что в данный момент уже прошло полгода после инициации, я уже хоть как-то начала включаться в этот процесс, что вообще происходит. И я видела в время этой медитации и инициации, я видела прежде всего, что меня удивило безмерно. Если бы мне кто-то про это рассказал, я бы сказала, что не надо мне мозги парить, мне все было хорошо. Я видела, я видела прежде всего с вами, он сидит, он всегда сидит на стуле, там был небольшой такой диванчик на кушетке. Я видела огромный, огромный светящийся столб света, который не двигался, и он сидел прям в ногу. Он переливался всеми золотыми яркими оттенками, он был настолько прекрасен, что просто, ну, это невозможно словами описать. И все мы сидели, у нас было очень много, комнатка была небольшая, мы сидели все очень разные. Те, кто были инициированы, уже получившие инициацию от мастера, они были для меня как золотые фигурки, причем я точно их видела с закрытыми глазами, кто в каком позе сидит. И я видела, какая фигурка, насколько наполнена светом. И у каждого свет этот был разный. Кто-то был ярко-золотой, кто-то был медно-золотой, у кого-то было только, вот, как мы сидели скрещены, наверное, чуть-чуть по коленке, у кого-то было по самому грудь. И все вот, все инициированные, я могла их узнать, просто вот по их свечению я понимала, так, это Оля сидит, это Наташа сидит, это Толя сидит. И те новинки, которых они мы инициировали, я их видела, как тоже, вот, начертание фигурок, но еще пока пустых, там еще не было, не было вот этого света, не было свечения, но от каждого из нас, кто он находился в этой комнате, вот, точно так же, как он сейчас сидит, он сидел, и сердце, вот, с крупной прям клетки, секретина, выходили лучи к каждому, к каждому человеку все, и они были разной толщины, они были разные, как бы, относительности, было так ощущение, что что-то передается. Вот, и я видела его учителей. Я посетила несколько мест, я была очень, честно говоря, удивлена, ну, ты когда в медитивном состоянии, ты же понимаешь, что с тобой происходит, что-то не то, ну, ты такая, как бы, ну, замечаешь, ага, вот, куда-то прилетела, где нахожусь, не знаю, сидит какой-то человек, медитирует в возле лотоса, смотрит на меня вот так вот, наверх, и я такая, думаю, блин, прям, в глаза не смотрит там. И я такая, чик, аккуратно, думаю, ну, какой-то там чувак сидит на меня, смотрит, такая девочка, да, я не инициация, сижу, вообще никому не трогаю. Потом я такая, думаю, ну, он же прям вот тут сидит и смотрит, вот там, вот, как они сидят, он такой, глаза открыл, и ровно мне уставился, задумываю, сто процентов на меня смотрел. Ну, неприличная, я же приличная девочка. Я вынурнула, такая, обратно, смотрю ему, он на меня смотрит, я на мастер. Я думаю, что уступил какой-то важный человек, ему на мастер, он мне кикнул, тоже чуть-чуть голубой. Я могу вам в подробностях написать, где он сидел, как он выглядел, что вокруг него запечатлелось, наверное, навсегда. Потом я еще так же приходила еще к другим людям, и когда после анициации с вами даже так же себя спрашивают, что видели, что слышали, чем хотите поделиться, ну, это невозможно было вытаить, я думаю, ничего себе, я грибов приела просто нет. Вот. Когда я его начала описывать, он такой, я только начинаю говорить, он говорит, он вот такой сидел, вот там была пустыня, он сидел в шатре, вот с таким чербаном, я говорю, да, вот это именно он, он называет имя, это как мой учитель. Потом я говорю, ну, лес там тропический, там где вот ливни, там такие макнолия огромные, он вот так вот выглядит, я говорю, да, это мой второй учитель, вот так вот. И всех троих он мне писал, и нам рассказал потом истории их, где когда они были вместе, не в этой жизни, а в предыдущих, и что они вместе идут жизнь за жизнью, десятки жизней, и они такие же учителья, как и он, и рано или поздно каждый из них приходит сюда для того, чтобы найти нас с вами, ребята. Льдовик, и они пугает melodica, За все, что мы здесь делаем, за все эти томаты, все то уродство, что мы с ней творим. Она живая, она дышит. И с убиением каждого, каждый удар в вашем сердце, это вот с каждым убиением этого сердца вашего, эта планета дает вам что-то. Она просто вас любит. Она вас укутывает, как мама своего ребенка. А мы даже этого не замечаем. Мы бежим все куда-то вперед, нам то на работу, то в магазин, то приготовить, то еще что-то. И мы не замечаем самого чудесного вокруг нас. Мы не замечаем, не то что планету, но людей не замечаем. И когда ты неизбежно встаешь перед этим, когда ты осознаешь, что да, тебе показали просто, ну дали, дали вот эту информацию, дали этот урок. И ты дальше в поле что-то, что ты будешь этим делать? Опять закрывать глаза и жить по-прежнему? Или ты постараешься что-то изменить в себе и в людях вокруг себя? Потому что правда же в том, что мы не делаем, мы не вот то, что мы здесь сидим, мы аналоги, руки. Мы души. Но просто для того, чтобы это осознать, нужно так много пройти. И благодаря этому человеку вы можете преодолеть этот путь очень быстро. И открыть себя правдой. И зажить жизнь, понимаете? Жить. Радоваться ветру. Радоваться дождю. Радоваться тому, что лет снег, южный метель. Радоваться тому, что первые подсвежники распустились. Вы будете радоваться так, как вы сейчас, может быть, радуетесь, только когда дорогущие туфли покупаете. Да, и новую дачку покупаете. Да, и вот это мгновенное ощущение счастья, и, по-моему, этой жизни, которое длится всего лишь 15 месяцев. У меня новый лексус. Класс. Все готовы и срочные виды. Да, но для того, чтобы... Ты просто начинаешь, хочешь, ты не хочешь, ты начинаешь прислушивать к птичкам. Блин, как здорово. Ты начинаешь понимать, что ты радуешься, как в беседе с кем. Потому что можно просто обнять человека, подойти и обнять с ним. Так хорошо, светло, тепло. Мы же живем зажаты. Мы же живем такие несчастные. Мы же просто ждем, чтобы кто-то пришел, блин, и помог нам. И когда у нас есть возможность, мы иногда даже не хотим от этой помощи, отказываемся. Потому что проще сидеть, себя жалеть, документы, несчастные, я умница, красавица. Фигура у меня сейчас супер, вообще просто чувство юмора. Готовля классно, ну вы мужики, козлы. Это не так. Это не так. Мы все настолько светлые, радостные, счастливые, полные. Где-то глубоко внутри. И мы должны просто поверить в себя и открыть это. И если вы будете сами по этому путить, и вы придете, вы рано или поздно придете. Либо вы можете сказать, Мастер, помоги мне. Просто помоги. Я не знаю, что мне надо, я не знаю, что вы будете помоги мне. И он это сделает. Он сделает то, что лучше всего для вас. Он сделает так, как вы должны прожить и почувствовать. Для кого-то сразу два в одном, между прочим. Семинар был очень удачный. Не только для вас, но и для вашего будущего сокровища. То есть уже ребенок придет в жизнь с ощущением, что да, счастье есть. Просто ты всегда находишься в этом. В потоке, вот в этом свете. Ты хочешь найти на это, вот, настоящие счастья, что ты у тебя есть. Молодостью, и постоянно, вот, что-то возвращает тебя обратно в материальный мир, и тебя можно, я не знаю, почувствовать. Ты можешь, ты можешь это почувствовать. Приземляет тебя, почему-то тебя обратно, обратно, где... В голове, и вот так, и ты понимаешь, что мы здесь рядом. Не всегда мы можем прийти до этого, ощутить. Просто мы можем, а мы пытаемся, мы пытаемся ровно столько раз, сколько нам должно идти, чтобы, наконец-то, мы вернемся обратно в это, вот, не зацепиться за материальный мир. Кто не говорит про то, что все, нужно бросить учебу, работу, семью и пойти в монастырь. Но нужно, ну, ты потом рано или поздно к этому придешь, что материальное хорошо, но и духовно в этом рано, всегда в тебе. То есть ты свернулся оттуда еще? Вот, там символы инициации, да, мы проходили детали третью какую-то, вот, в первой ключе не принялась, а второй принимала. То есть, получается, что вот видения, которые у меня были, было очень много, так как, когда ребята проходили инициацию, которую с нами является второй по выступлению. Первый уже озвучил, что она, как бы, первые уже все получили инициацию. Она получена, потому что вы в энергиях мастера находитесь до дня. Затем, если вы хотите, если для вас пришло время, чем можно спросить, я не помню, скажем, вы можете получить инициацию. И затем, по мере вашей готовности и желания, можно дальше проходить. Она почти рассказывает, что все, ну, два литра человека во всем мире есть инициированные пятой степени. Ну, потому что там уже просто люди какие-то, ну, совсем, да. То есть, мы пришли инициацию в доме, там около одного года он с нами обряд совершал, и приходило просто семинар в воде. Вот такая инициация, которую мы принесаем, это была первая. Да, получается, что я пришла сначала свою, где я там сидела, как ученик, и потом просто, да, вторая инициация, на которой я присутствовала, тоже куда-то цель других, они всегда цель не принесают. Вот, а вот это было потом, когда уже всех инициировал, в новеньких, да, вот, проще свой, тоже совершенно уникальный опыт. Но я так говорить вообще не могла, ну, мы не могла остановить, ну, мы не остановили. Да, мы финиш с тобой. Может быть, это финиш с тобой. Thank you. Thank you. Thank you.